Всем большой привет! Меня зовут Таня, вы смотрите канал Атмосфера Счастья. Я вас их очень рада видеть у себя в гостях и приветствовать. Ролик сегодня будет про мои бюджетные, а может даже и не очень уже бюджетные покупки из магазина Фикс Прайс. Покупок сегодня очень много, потому что я очень давно не была, в нем, наверное, больше месяца. Раньше я гораздо чаще посещала этот магазин. Ну и, наверное, это закупка на ближайший, скорее всего, месяц. Вот, поэтому много всего, готовьтесь, будут и новинки, и какие-то, возможно, старинки, полезные штучки. И я сейчас вам покажу мой неподъемнейший пакет. Сейчас все вытащу, и мы вместе с вами разберем. Начну я с самых прикольных новинок. Например, мне кажется, что это довольно полезная новинка, интересная, и можно сказать, что даже бюджетная. В принципе, стоимость, цена 77 рубля, она нормальная. Я сейчас вам буду показывать подушечки для чувствительных участков. Это подушечки для обуви, 6 штук. Силиконовые маленькие подушечки, они абсолютно одинаковые по размеру. Они защищают ваши чувствительные участки ноги от давления и трения, предотвращают скольжение в обуви. Я подобные силиконовые подушечки заказывала, по-моему, в компании Фаберли. Они примерно за такую же стоимость, такого же качества. Действительно полезные штуки, особенно на лето. Мне кажется, это действительно актуально, когда мы обувь обычно носим на босу ногу. И, кстати, они абсолютно обычные. С одной стороны они на клеевой основе, вот прям такая клейка основы, смотрите, с пальчика даже не слетает. Клейкой стороной, соответственно, мы, конечно же, клеим обувь. Допустим, какая-то задняя поверхность, если вдруг вам натирает. Либо бывает так, что, знаете, туфли иногда вылетают. Вот, мне кажется, что это довольно-таки полезная штука. Вот, так что я вам тоже рекомендую. Следующая прикольная новинка, которая появилась в магазине FixPrice, на мой взгляд, это пульт управления фотокамерой. Особенно, мне кажется, для блогеров, для тех, кто видит Инстаграм, ТикТок, снимает какие-то ролики. Может быть, даже в путешествии взять с собой вот такой пульт, если он, конечно, работает, это довольно-таки удобно. Батарейки здесь идут в комплекте. Дистанция до 6 метров. Это пульт управления фотокамерой. Нарисована здесь такая камера, например, похожая, как у меня, цифровая нарисована камера. Но, если посмотреть инструкцию, назначение, изделие предназначено для управления фотокамерой смартфона. Работает через Bluetooth. И поэтому вы, конечно же, имеете это в виду. Данный пульт управления имеет две кнопочки. Одна кнопка фотографирует, другая активизирует, активирует кнопку видеокамеры. Ну, в общем, да, тут я думаю, что все понятно. Я обязательно вам подпишу. Работает эта штука или не работает? Что мне понравилось, можно как в качестве брелка использовать вот этот пульт, потому что там есть отверстие, можно повесить даже вместе с ключами куда-то. Вот, я думаю, что это тоже полезная штука. Главное, чтобы она работала, да, теперь главное проверить. Следующая очень нужная лично для меня покупка, потому что я сейчас поджигаю все свои свечки обычными спичками и постоянно мучаюсь. Вот, я купила, наконец-то, вот эту зажигалку, которую в прошлый раз, помните, я неудачно приобрела плохую зажигалку. Такие зажигалки действительно очень удобные. Например, у меня свечки уже наполовину в высоких стаканчиках прогорели, и половина свечки осталась. И туда, естественно, ты спичкой обычной не полезешь, потому что обожжешь все свои пальцы. 55 рублей, это точно отличная штука. Если у вас плиты газовые, может быть, для камина и так далее, тоже будет актуально. И для костра. Кстати говоря, для костра были там вот такие вот большинные спички, прям на кассе, так что обратите внимание. А вот эту зажигалку, конечно, я очень рекомендую. Я ее использую только для свечек. И еще из интересненького, то, что я купила, это новинка в линейке Бон Хоум. Тряпки для уборки универсальные. Я обожаю всякие различные тряпки. И сегодня я очень много всего разного накупила. 100 рублей стоит набор из 4 тряпок. Я купила розового цвета вот такой вот набор. Но если вы обратите внимание, здесь каждая тряпочка, во-первых, и по цвету они отличаются, и они отличаются также своей поверхностью. Какая-то тряпка более шершавая, какая-то тряпка более мягкая должна быть. Вот это, по-моему, самая мягкая тряпка, бледно-розовая. И она, кстати, довольно-таки махровая. Ну, классные обычные тряпки из микрофибры. Есть здесь для кухни и ванны, есть для напольного покрытия стеклянные поверхности. Вот это универсально, кстати говоря. Для стеклянных поверхностей предназначена вот такая вот обалденная, кстати, салфетка. Я не могу, конечно, сказать, такая же она крутая будет, как, например, у компании Фаберлик. Специальная голубенькая салфетка или нет. Но я уже вижу, что она действительно безворсовая. Она не будет оставлять разводы и не будет оставлять ворс на стекле. Круто! Ну, здесь все подписано. 28 на 28 сантиметров. Мне кажется, что я даже заранее буду рекомендовать этот набор. Он еще и в одной цветовой гамме. Да, приятно, конечно, когда тряпочки не разношерстные, а вот такие в одном стиле. Следующие покупки для моего мужа. Я купила, во-первых, это повторная покупка Дезодорант Акс. Но, по-моему, другой аромат я приобрела. 149 рублей. Здесь защитная вот такая штука есть. Давайте-ка. Ммм, очень приятно пахнет. Вау! Очень. Вот так вот крутится. А обратно я смогу... Нет, обратно не смогла. Ну, ладно. Я надеюсь, муж меня простит. Но пахнет нереально. Просто безумно приятно. Настолько свежий, настолько такой терпкий, настолько приятный аромат. Я бы хотела даже, наверное, чтобы у моего мужа был парфюм подобный. Пахнет очень приятно. И предыдущий Акс, который я тоже покупала ему в магазине Fixed Price за 149 рублей. А, кстати, Акс, вот эти твердые дезодоранты, антиперспиранта, они везде стоят значительно дороже. Но значительно это значит рублей на 100 как минимум. Вот, если только где-то по скидке, да, за 200 рублей урвать можно. Но это действительно стоит того. Шикарный вообще дезодорант. Он и работает отлично. У меня муж вообще обожает дезодоранты вот этой марки. Он идет, кстати говоря, с активными микрокапсулами. Ну, вот такое вот оформление. А, по-моему, название я даже никакое не увидела. Но я думаю, что вы запомните. Следующие покупки будут ко дню рождения. Во-первых, линейка пати. Цена 199 рублей. Вот такой покупки. Это набор декораций из 7 шаров на подставке. Здесь 7 шариков. И они все разные. Есть, по-моему, шарик звездочка. Остальные круглые. Но они отличаются по цвету. И здесь идут, соответственно, палки. Здесь идет основание. Конечно, я сейчас вам показывать не буду. И надувать я это не буду. Но я думаю, что вы видели уже у блогеров подобные наборы. Они есть и розового цвета, и есть золотистого цвета, серебристые. Вот такие вот крутые наборы за 200 рублей. И они действительно замечательно подходят для таких целей, чтобы как-то бюджетно, но в то же самое время ярко оформить фотозону, либо праздничное какое-то, чтобы настроение дома было. Купила квест в конвертике «Космическое приключение». Называется вот этот квест. Выглядит очень-очень даже мило. Вот так что буду вручать таким образом подарок. Конечно же, даже самый простой подарок, если вы вручаете как-то необычно, это всегда приятно. И даже самый простой подарок превращается уже в особенный подарок. Давайте я сейчас открою. Возможности открыть, конечно же, в магазине нет. И посмотреть, что же там лежит внутри. Но вот эти конвертики были, по-моему, четырех видов. Я взяла вот тему «Космос». Давайте посмотрим, что там лежит внутри. В этот набор входят вот такие наклейки, стрелки, указатели, звездочки и так далее. Также в этот набор входит пазл. Посмотрите, какой классный. Его именинник его собирает, а там дальше вы просто пишите или рисуете, где лежит подарок. Он собирает пазл и узнает, где лежит подарок. Посмотрите, какие здесь милые конвертики. И на обратной стороне очень-очень много различных заданий. Такие вещи я тоже рекомендую покупать в магазине «Фикс Прайс». Вот этот набор стоит 99 рублей. Следующие суперские просто. Очень крутые новинки для детей, которые учатся писать, которые учатся писать буквы и цифры. И для ленивых родителей, чтобы ваши дети самостоятельно занимались. Появились в магазине «Фикс Прайс» новые развивашки. И мне эта идея понравилась тем, что здесь поверхность такая глянцевая, специально сделана поверхность для того, чтобы можно было писать, стирать, писать, стирать многократно. Видите, они здесь, это нематовая поверхность, легко пишется все, легко стирается. И видите, какие здесь прописи, очень легкие вообще, вот на каждом развороте. Такие яркие, такие красочные, такие интересные задания. Например, цифра двойка, две уточки, форма здесь указана. Просто супер, супер. Ну, гениально, мне кажется, это. Я надеюсь, что мою дочку, вот эту развивашку заинтересует. И ей понравится. Потому что это не скучно, это весело, и это интересно. 99 рублей. Издательство «Айр Эспресс». Очень рекомендую. Мне кажется, что действительно стоит того. И еще я купила мои первые буквы. Набор тоже IQ прописей. Та же самая история. 99 рублей. Опять-таки, очень яркие иллюстрации, такие яркие, красивые странички. Здесь уже прописи идут обучение букв. Конечно же, печатный вид, в печатном виде. Легко и просто запоминаем, пишем печатные буквы. Мне кажется, что для лета сейчас это очень актуально. Дети в садик не ходят, дети дома и когда вечером нужно чем-то заняться и позаниматься, есть желание с ребенком. Чтобы это было не скучно, увлекательно, ярко, интересно, можно воспользоваться вот такими развивашками. Смотрим дальше. А дальше будут очень вкусные новинки. Во-первых, я не удержалась, купила новинку. Медовый орех с йогуртом, шоколад молочный, с йогуртовой начинкой и медовой хрустящей крошкой. Посмотрите, вот такой шоколад Риттер Спорт 100 рублей, хотела сказать, 100 грамм, а цена всего лишь 77 рублей. Мне кажется, что более низкой цены в принципе вообще нигде, наверное, на Риттер Спорт не найти, только когда-то там перед новогодней различные акции бывают. Вот это, наверное, какая-то новинка. Если вы уже успели попробовать, напишите, как вам на вкус эта шоколадка. Но я довольно часто раньше покупала Риттер Спорт именно в фикс прайсе, и он по качеству и по вкусу абсолютно ничем не отличается от более дорогого шоколада Риттер Спорт. Ну, такой же, такой же. И еще новинка появилась. Знаете, какая? Сейчас мы раскроем вместе с вами. Я купила две упаковки, 27 рублей. Я купила десерт. Здесь всего лишь 60 грамм, два сердечка бисквитных, видимо, шоколадных, с кокосом. Мы хотя бы понюх... Я хотя бы понюхаю. Ну, конечно, состав не блещет. Я не могу сказать, что состав хороший. Ну, обычный состав. Да, плюс-минус все десерты подобные, покупные. Они примерно одинаковый состав имеют. Но пахнет бомбически. Вот таким образом выглядит этот десерт. Круто, что они находятся в формочке. И они, видите, в каком... Ну, очень аккуратном виде ничего не разломано. Хотя в пакетике находятся. Пахнет очень сладко. То есть, не сладко, а пахнет так, что понятно, что вот этот десерт нереально сладкий. И даже на первом месте идет здесь не мука. На первом месте идет сахар. И только потом мука. То есть, здесь сахара больше всего. Именно массовая доля сахара. А так, яркого кокосового аромата я, например, не ощущаю. Больше вот что-то такое, знаете, как будто карамель. Кокосовая карамель, кокосово-шоколадная. Вот. Ну, посмотрим. Я вам подпишу, что скажут мои родные. Они попробуют, конечно же. Следующие мои покупки, которые я вам покажу, это кашпо. Это горшки для цветов. И самый большой плюс у этих горшков в том, что они идут сразу с поддоном. Потому что в основном в магазине FixPrice продаются, вот, например, какие-то красивые, керамические кашпо. Они идут без поддонов. Это не очень удобно. Конечно, можно отдельно прикупить. Но это не так уже красиво и аккуратно и эстетично смотрится. Такие прозрачные поддоны, они продаются у них в наборах. Я тоже такие покупала. Ну, вот, конечно же, вот такой встроенный поддон смотрится гораздо аккуратнее. Его легко здесь снимать. Есть специальное отверстие, за которым можно поддеть. Ну, и, в принципе, да, сам дизайн довольно-таки симпатичный. Конечно, не произведение искусства какое-то, но смотрится на подоконнике довольно-таки милый. Я покупала зимой вот это растение, женское счастье, в магазине Светофор. И оно у меня сидело в горшке в одном. И дядя мой приехал и решил пересадить. Сказала, что так будет лучше. В общем, я это все снимала во влоге. Обязательно вам покажу. Ну, вот. Такие вот классные, очень удобные, действительно, кашпо. Тоже вам рекомендую, если чисто внешне вам понравится. Следующая часть моих покупок будет суперхозяйственная. И, в принципе, это, наверное, основная была моя цель. Накупить много всего именно по хозяйству. То, что у меня закончилось. И то, что мне было очень нужно. Первое, то, что я вам покажу, это мои самые любимые губки-кухончик. 55 рублей. Цена товара. За три губки. Ну, это прекраснейшие. Это самые мои любимые губки вообще для мытья посуды. Они просто неубиваемые. И я их очень люблю. Много лет уже покупаю. Вам рекомендовала. Я знаю, что многие любят их. Также я еще купила по 55 рублей пакеты Грифон для мусора с затяжками Грифон. Вот такие. Ну, самые обычные пакеты для мусора. Хотя не самые обычные. По-моему, это новинка. Написано тоже Био. Здесь 10 штук. 60 литров. Эти пакеты идут с лентой с затяжкой. Я сейчас покупаю только такие пакеты. Если вдруг я покупаю специальные пакеты для мусора, то беру либо с ручками, с затяжками, либо, например, еще появились пакеты для мусора. 120 литров. 10 штук. Цена товара 55 рублей. Я сейчас даже чуть не поверила. Посмотрела в чеке. Бон Хоум. Вот такие пакеты для мусора. Посмотрите. Огромный объем. 120 литров. И написано, что эти пакеты идут с ушками. Посмотрим, что тут будут за ушки. Ну, удобно брать. Надеюсь, по крайней мере. Следующие пакеты для мусора с завязками. Тоже и в линейке Бон Хоум. 60 литров. Но здесь уже 15 штук. Кстати говоря, я не могу сказать, что они прям прочные. Потому что иногда они рвутся. Но просто я не перекладываю обычно мусор. И тяжелый мусор мы, в принципе, не вносим в этих пакетах. А так они, конечно, очень удобные. И самое главное, они с завязками. Далее, то, что я купила, наконец-то, как же я соскучилась по моему любимому пергаменту. Я на этом пергаменте готовлю абсолютно все. Ну, конечно, в духовке. Даже когда я готовлю в специальных формочках. Даже когда я в стеклянной формочке готовлю. Для того, чтобы потом легко было ее мыть. Я пользуюсь вот этой бумагой для выпечки. И запеканки мои никогда не портятся. Потому что творожная запеканка иногда тоже может пристать к стеклу. И мне очень нравится, в общем, этот пергамент. Я думаю, что вы знаете. Я уже много лет тоже покупаю. И именно этот пергамент я очень-очень рекомендую. Стоит 55 рублей. Также я еще купила сразу же 2 штуки. Потому что закончились эти пакеты уже давно. Я давно их не покупала. И прям вообще не хватает на самом деле. И для заморозки, и для хранения продуктов. Пакеты для замораживания с завязками. Бонхоум биоразлагаемые. Они называются так. 3 литра, 50 штук. Они очень прочные. Они так легко отрываются друг от друга. Никогда ни один пакет вообще не портится. И дальше я еще купила тоже наши любимые салфетки Бонхоум. Целлюлозные 5 штук. Вы знаете, цена товара этих салфеток сейчас 77 рублей. Эти салфетки я действительно очень люблю. Особенно на кухне. Одно удовольствие ими убираться. Если что-то проливаете. Насколько быстро вбирают в себя влагу. Вот эти целлюлозные салфетки. И надолго их хватает. Я их даже иногда стираю в стиральной машинке. Когда лень вручную. Теперь следующее. То, что я вам покажу и то, что я часто покупаю опять-таки по хозяйству в магазине FixPrice. Это хозяйственное мыло. Произведено в России. Это самое обычное хозяйственное мыло. И мы хозяйственным мылом пользуемся вообще всей семьей. И руки моем. И в ванну я мою. Иногда даже для стирки. Если что-то замачиваю. Ну, такое, конечно, крайне редко бывает. Но могу воспользоваться тоже хозяйственным мылом. Также я еще купила новинку Splat биоактивную зубную пасту Perfect Care. Она называется. Комплексный уход. Длительное свежее дыхание. С экстрактом лакричника и цитратом цинка. Вот знаете, кто любит лакричные конфеты? Напишите в комментариях. Леденцы лакричные и так далее. Это, конечно, наверное, специфический будет вкус. Посмотрим. Не содержит фтор, СЛС, хлоргексидин, триклозан, сахаринат натрия. Реминилизация эмали, защита от кариеса, эффективное очищение. Пахнет звездочкой, что ли пахнет? Мазью звездочкой или чем-то таким перечным мятой? Ну, пахнет ядреное. Я такие пасты обожаю. Напиши, если я успею воспользоваться сегодня этой пастой. Я подпишу обязательно, понравилась мне эта новинка или нет. А так, я думаю, что вы опять-таки знаете, что я пасты сплат также покупаю постоянно. Также я еще купила девчонкам своим бурлящие шары с поняшками. Фикс прайс эти бурлящие шары стоят 99 рублей. И самый прикол, конечно, большой и сюрприз этих шаров в том, что внутри находится игрушка. Конечно, игрушка это назвать, когда особый язык, наверное, не повернется. Там внутри разноцветные поняшки, кому какая попадется. И поняшки это просто обычные пластиковые, как бы малюсенькие такие игрушечки. Вот. Но у меня дочки всегда очень радуются, когда что-то из бурлящего шара появляется какая-то игрушка. 99 рублей нормальный состав у нас не было. Здесь, конечно, есть ароматизаторы, они не натуральные, но у нас не было реакции ни у кого. Не было аллергии, поэтому я вам тоже рекомендую, возможно, вашим детям тоже понравятся эти шарики. Особенно, если ваши дети так же, как мои, любят поняшек, единорогов и так далее. Следующее, то, что я вам покажу, это сквиш. Сквиш Барбоскины. Цена товара 149 рублей. Сквиш находится в яйце. Я специально, я увидела, там можно просмотреть, но есть такая возможность, под бумажкой можно посмотреть, кто находится внутри. Поэтому повторки у вас не будет. Я сама увидела, что там был этот малыш и купила специально малыша для младшей дочки, потому что ей нравится этот мультик. Ей понравилась эта игрушка. И это самый обычный сквиш, очень-очень милый. Мне кажется, что за 150 рублей у него довольно-таки нормальное качество. Нет никакого постороннего запаха, даже такое ощущение, что пахнет чем-то приятно. Ароматизированный он как будто, и находится этот сквиш в яйце. Также еще розочка была, и еще кто-то другой, кого я не знала. И еще я купила младшей дочке, она тоже любит мультик Мимимишки, и играть любит с мелкими фигурками Мимимишек. Я ей купила свитбокс набор, стоит 99 рублей. Обычно наборы свитбокс я покупаю за 169 рублей. У нас здесь, либо в пятерке, либо еще в лежащих магазинах, именно свитбоксы, в которых крутые, классные игрушки, а не какая-то там пародия на игрушку. Вот смотрите, 99 рублей стоит вот такая вот коллекционная крутая игрушка. Сашеньке моей попалась Саня, представляете? А Саня это брат Сони. В общем, просто старшую мою дочку зовут Соня. Следующее то, что я вам покажу, это напитки и еще немножко еды. Это то, что я постоянно покупаю в магазине Фикс Прайс. Это маленькие вот такие соки. Это единственный сок, который пьет моя младшая дочка. И соки Сады Придония тоже много раз говорила, что самая выгодная цена на них именно в магазине Фикс Прайс. Хотя у меня муж недавно заезжал в Победу, кстати говоря, и говорил, что там сок Сады Придония вот такой вот большой. Он в Фикс Прайсе стоит 55 рублей, а в Победе он стоит 50 рублей. Если для вас это, например, важная информация, можете вот взглянуть в Победу за соком Сады Придония. Нужно туда, кстати, заехать. Напишите, интересно вам будет посмотреть обзор покупок из Победы или нет. Вот, я купила еще яблоко прямого от Джинова. Также я еще купила не молоко, а овсяное классическое. Полтора процента, 77 рублей. Это просто смешная цена. Потому что у нас, например, в два раза дороже стоит это не молоко, овсяное, рисовое и так далее, которые представлены в Фикс Прайс, у нас обычно 150 рублей стоит в магазинах, 140 рублей. Поэтому я люблю покупать это не молоко, именно в магазине Фикс Прайс. Далее я еще купила молочную речку. По-моему, 17 или 18 рублей стоит вот этот молочный коктейль. Я знаю, что его любят очень многие дети и взрослые. Вот, но для себя я тоже кое-что купила. Я вам сейчас покажу. Вот такие вот пюрешки. Но это у меня и дети любят, и я очень-очень люблю. Яблоко с адепридония в стеклянных банках, большой объем, 170 грамм. И цена товара 20, там, с лишним рублей, ну, 25 рублей максимум. Это вообще суперская цена. Или даже 22 рубля. Я не могу точно сказать, потому что у меня списывали баллы, и поэтому у меня цена какая-то везде кривая, косая. Такие у меня были сегодня покупки в магазине Фикс Прайс. По-моему, я потратила что-то около 3000 рублей, что ли. Ну, я еще кое-что купила. То, что вам просто не показывала в ролике. Мне еще дочка забрала уже мыльные пузыри и так далее. Напишите, что вы покупаете в магазине Фикс Прайс. Напишите топ ваших любимых покупок. И напишите, как часто вы посещаете этот магазин. Потому что я почему-то стала сейчас очень редко его посещать. И очень редко что-то там покупать. Спасибо большое за ваше внимание. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик. До новых встреч. Подписывайтесь обязательно. И жду вас в комментариях. Пока-пока. Следующая прикольная новинка, на мой взгляд, которая появилась в магазине Фикс Прайс. Эти покупки ко дню его дня рождения. Блин. Те же самые бурлящие. Точно такие же бурлящие шары. Просто офигенный.